Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы полностью рассмотрим еженедельное Великое Хранилище. Собственно, на текущий момент мы можем его наполнить, так как оно открыто с 9 числа, и лут мы заберем 16 числа, поэтому нужно уже потихонечку готовиться, времени остается все меньше и меньше. Нужно заниматься теми активностями, где вы можете преуспеть, например, рейтинг ПВП, например, эпохальные ключи, ну или рейдики. Ну хотя окей, ладно, рейдики на текущий момент ограничены, потому что мифик, замок Нафрия, откроется у нас только 16 числа. Это будет замечательное время. Окей, значит вот он интерфейс у нас Великого Хранилища, 3 вкладки, рейды, эпохальные, подземелья, ПВП, и суть всего этого еженедельного Хранилища Великого заключается в том, что мы лутаем только одну вещицу из всех 9 предложенных квадратиков. Мы можем иметь максимальный прогресс в рейдах, в эпох, подземельях, в ПВП, но всего лишь одна шмоточка из всех 9 предложенных в среду будет нами выбрана. Ну, либо мы можем просто аниму взять, которой в принципе и так очень и очень много. Рассмотрим абсолютно все вкладки, вкладка рейды, победите 3 боссов с целью улучшения, нужно пройти их в эпохалочке, конечно, уже идем улучшать, да-да-да. Далее победите 7 боссов, то есть так как у нас закрыт фулл нормал и всего лишь 4 хм, то тут написано о том, что чтобы улучшить, нужно пройти в геройке 7 боссов, а тут 10, собственно, боссов. И мне кажется, что третий квадратик с рейдов должен давать на 7 итем левелов больше, потому что с ластов падает на 7 итем левелов больше, то есть с генералов и с сира Динатрия. Вот, почему то есть обычный тем левел тут прописан как с обычных боссов, вопрос хороший. Ну, может что-то потом подправят, а может быть просто-напросто так все и должно выглядеть. Но в принципе рейдовая текущая награда не особо нас, наверное, порадует 16-го числа. Окей, идем дальше. Следующая полоса, эпохальные подземелья. Пройдите 1 ключик, 4 ключика, 10 ключиков. Рассмотрим с конца, давайте сразу. 10 ключиков, значит, самые лучшие прохождения нам нужны. У меня это получается 2 десятки, 9, 2 восьмерки, 4 семерки, 1 шестерка. В итоге я лутану вещицу тут с 7-го ключика. Но у нас есть и другие вкладочки, где мы можем просто-напросто взять выбор. То есть, например, тут пройдите 4 подземелья, 2 десяточки, 9, 8, пройду еще 2 десяточки, любых абсолютно, хоть те же туманы. И тут будет не девяточка уже, шмоточка, а десяточка просто-напросто. Самая первая награда, самая легкая, то есть, десятка, эпохальный режим, проходите один данж, и вот вам одна шмотка. Что довольно-таки интересно, в блю-посте у компании Blizzard было написано о том, что нужно пройти 14-е недели. И то есть, если мы наведем, например, сюда, то тут написано, пройдите в эпохальном режиме 10-го уровня. Тут написано просто, пройдите в эпохальном режиме более высокого уровня. То есть, хотелось бы видеть конкретику, почему я должен думать о том, что нужно ли мне проходить 14-й ключ ради 226-й добычи, или не нужно. То есть, мне бы очень хотелось узнать ответ на этот вопрос у игроков, которые уже прошли там 14-й и 15-й ключи. Некоторые ребята даже в таймер прошли, на Гордуне есть мастера ключей первые на сервере Shadowlands. Их, конечно, поздравляю, но вот хочется знать насчет этого. То, что можно ли с эпоха подземелья лутать 226-ю добычу, или мы все-таки ограничиваемся 220-м. Ну, то есть, принцип эпохальных подземельев в том, что, проходя большее количество ключей, более лучших ключей, мы разблокируем себе топ-награды на выбор. PvP, набор чести 1250-2500-6250 в рейтинговых PvP боях. То есть, мы не можем просто бегать БГшки ради набора чести, нам нужно бегать Аренки 2х2, 3х3, либо РБГ 10х10. То есть, в каком брекете вы успешно себя показываете, в том и топите просто-напросто. Претендент это 1600, 213-й уровень экипировки, мало. АПМ фаворита, 1800, например, это уже 220. АПМ дуэлянта, 2100, по-моему, так звание называется, уже будет итем-левел 226-й. Позиция такова, что PvP-награда на текущий момент самая лучшая на этой неделе. То есть, АПМ 2100, это не проблема, без шуток. Если вам есть с кем играть, если вы умеете играть PvP, то почему бы и нет. Я с рандомом что-то там наиграл, мне вообще не понравилось. Какие-то нереальные цифры просто летят, ну да ладно. Вот, и то есть, 226-я шмотка, она, например, будет намного лучше, чем 220-я. Если, конечно, статы хорошие прокнуты, или, например, пушечка, то будет вообще просто бомба. Вот, но, опять же, то есть, 220 ли максимальный уровень экипировки? Если все же 226-й, то, конечно, эпохальные подземелья хороши. И пройти 1-14-й ключик, это будет замечательно. Откроем заранее собранную игру, поглянем, может что-нибудь есть? Нет, ничего нету. Ну, я же говорил, вообще не проблема, конечно. Я не придется проходить ключ, если его нету, ага. Просто занимаемся PvP, лутаем максимальную награду, не можем в PvP, кроем хотя бы десяточку. Насчет, нужно ли крыть 14-й, был блюпост, то, что нужно, но тут меня смущает то, что нету текста прямого о том, что нужно закрыть 14-й. То есть, не знаю, не знаю, странно все это. С рейдов мы даже лут не рассматриваем, потому что будет тут 213-я добыча, тут 200-я, тут, ну, тоже 200-я. То есть, это мало, это реально мало, скорее всего. В цепах данжей, я думаю, будет просто-напросто самая полезная полоса, вот и все. А PvP-шники будут радоваться 226-й вещице, на которой будет очень-очень много универсальности. Как-то так. Хотя, если прокнет пушка, будет замечательно. Если говорить о финальной мысли, так сказать, с целью подведения итогов этого видосика, скажу, что занимайтесь PvP, занимайтесь ключами на этой неделе. Рейдик тоже будет неплохо пройти, но, скорее всего, вы ничего полезного с верхней полосы не возьмете. Но, как говорится, рандом все решит за нас. С 16-го числа я также открою сундучок и что-то интересное выберу. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!